Завершился капитальный ремонт инфекционного отделения Гагрской центральной районной больницы. С 4 декабря медперсонал отделения готов к приему пациентов. На протяжении долгих лет инфекционное отделение находилось в плачевном состоянии. Отсутствие ремонта не позволяло работать в соответствии с санитарными нормами. Несколько месяцев назад, согласно президентской программе, строительная фирма «Строисервис Гагра» приступила к капитальному ремонту отделения. На сегодня работы завершены, и уже 4 декабря медперсонал отделения принял первых пациентов. Инфекционное отделение состоит из двух двухместных палат, четырех полубоксов и одного бокса, ординаторской, процедурной палаты, поста медсестры, комнаты отдыха. В общем, отделение рассчитано на 20 койко-мест. Во всех палатах проведены ремонтные работы, согласно европейским стандартам. Предусмотрены сплит-системы, палаты оснащены новой специальной медицинской мебелью, санузлами. На сегодняшний день есть все условия, чтобы отделение полноценно функционировало. Прекрасный ремонт сделан. Самое главное, чтобы сейчас отделение поддержало эту чистоту. Я думаю, что это все будет нормально. Поэтому мы сегодня готовы любого больного инфекционного принять, с любой патологией. Потому что в тех условиях, которые были, они вместе лежали ВИЧ-инфицированные, скажем, с кишечной инфекцией или с ботулизмом. Поэтому каждый будет лежать в специализированных палатах с той патологией, у которой вторая есть. Медперсонал инфекционного отделения в составе двух врачей и четырех дежурных медсестер доволен капитальным ремонтом и выражает благодарность всем тем, кто оказал помощь в его проведении. До завершения ремонта наши пациенты находились в различных отделениях. В терапевтическом, детском, хирургическом отделении. После завершения ремонта все больные будут находиться по профилю. Палаты у нас боксированные, что исключает контакт между собой больных с различной патологией. Поэтому, я думаю, мы с новыми силами, желанием, дружным нашим коллективам, которые опять вернулись в свое же отделение, все медсестры, доктора, мы будем оказывать помощь нашему населению. Мы благодарны нашему правительству, нашему главному врачу Вячеславу Забетовичу, строительной бригаде, фирме «Стройсервис» во главе с Анквабом Виталием, которые прилагали максимум усилий для того, чтобы сделать нам такой ремонт. Продолжение следует...